Прием, прием, агент Толя. Здравствуйте, агент, для вас срочное задание. Вас понял. Высылайте данные. Объект Зумеры. Не представляют жизни без интернета. Не расстаются со своим смартфоном ни днем, ни ночью. Задание для агента. Найти успешный подход к преподаванию этой категории. Был такой случай на занятии, когда речь зашла про субкультуры. Я говорю ученику Кто же входит в поколение Z? Точных цифр нет. Все зависит от того, как развивались технологии в отдельно взятой стране. На западе Зумеры – это все, кто родился после 1995 года. Ведь интернет и технологии плотно вошли в их жизнь с раннего детства. В России лучше брать 2000 год. В общем, если ваш ученик родился в 21 веке, он на 100% Зумер. А вы – бумер, кстати. Ну, подростки вас к ним точно отнесут. И меня. Как же увлечь английским самых активных пользователей смартфонов? Вот несколько действенных советов, которые помогут вам найти общий язык. Разделяйте и властвуйте. Зумерам бессмысленно читать нудные лекции и давать длинные тексты. Всегда делите и структурируйте информацию. Если тема сложная, лучше разбить объяснение на части. И как можно скорее приступить к практике. Для этих детей социализация на первом месте. Сможете им ее организовать? Они полюбят ваш предмет. Развязывайте дискуссии, устраивайте дебаты и провоцируйте общение. О чем всегда найдется. По-английски ведь можно не только планы на лето обсудить, но и актуальные. Например, карантин. Впрочем, сейчас это одно и то же. Многим кажется, что зумеры не умеют воспринимать текст без эмодзи и картинок. Так и есть. Но это не признак глупости, а скорее особенность развития. В которой есть и плюсы. Например, наблюдательность. Воспользуйтесь этой особенностью и управляйте ситуацией. Добавляйте в занятия видео, показывайте ученикам инфографики. Или хотя бы просто графики. И учитывайте тренды. Сразите детей на повал. Кстати, в нашем блоге SkyTeach есть план готового урока дискуссии, по клипу, который я упомянул ранее. Ссылочка в описании. Сами зумеры могут этого не осознавать. Но преподаватель для них не источник знаний, а проводник. Источники знаний это там. YouTube, TikTok, Twitch. Там все расскажут и все покажут. Причем куда интереснее, чем на уроке. Ваша задача быть наставником и другом, с которым можно обмениваться мнениями и разрешать конфликтные ситуации. Для этого стоит поддерживать с учениками связь так, как они привыкли. Например, завести отдельный аккаунт в социальных сетях. И постить там что-то интересное. И вести переписку на английском. Да, для многих учителей это значило бы идти на поводу учеников. Но стоит ли бояться подобных экспериментов? Вот лично вы как поддерживаете контакт с учениками? А ваши коллеги? Обязательно поделитесь с ними этим видео. А ваше мнение напишите в комментариях. Давайте уже социализируемся с вами, что ли? Процесс обучения для многих школьников это пытка. Ведь на уроках им запрещено использовать смартфоны. Все запрещают, а вы позволяйте. Но с умом. Поиграйте в Кахут вместо обычного теста. Это, кстати, моя любимая игра. Чистая правда. Разрешите пользоваться онлайн словарем во время дискуссий. Введите систему бонусов за то, что вне урока ученики используют приложение по изучению языка. Возможность учиться в любом месте и в необычном формате это большая ценность для зумеров. И для вас, если вы готовы это оценить, конечно. Скроллинг, ленты и просмотр видео с котятками резко поднимают уровень дофамина в организме. Чтобы взять себя в руки и сконцентрироваться на более скучных вещах, зумерам приходится делать над собой огромное усилие. Поэтому награждайте. Награждайте часто. И не только оценками. Хвалите за успехи, за сданную вовремя работу, за интересные вопросы. Устройте мини-чаепитие после контрольной работы. Только не называйте это словом чаепитие, тогда точно бумер-тайм. Наградите просмотром и разбором эпизодов из любимого фильма или сериала. Присылайте смешные мемы в WhatsApp, в Telegram. Во-первых, хвалить и радовать приятно. Вам самим понравится процесс. Во-вторых, это объективная реальность. Только добавив к учебе удовольствие, мы сделаем ее конкурентоспособной. Мы сможем выстоять против котиков и тюленей. А что у вас? Как вы ладите с новым поколением? Расскажите о своих приемах в комментариях. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал SkyTitch в YouTube и поставить колокольчик. Кстати, будет очень здорово, если вы поделитесь этим видео с друзьями и коллегами и призовете их к дискуссии. Если хотите узнать больше фактов о поколении Z, отправляйтесь в блог SkyTitch по ссылочке в описании. Заодно и язык разомнете. The article is in English. Не болейте, готовьтесь к экзаменам, но самое главное, оставайтесь молоды душой. Ведь в таком случае никто не посмеет вам сказать. Окей, бумер. Присылайте смешные мемы в Viber, в Одноклассники. Присылайте смешные мемы в ICQ.